Всем приветик! Рада видеть вас на своем YouTube-канале. Я Дарина, это Лиза и Ника, и сегодня мы с вами поговорим про одежду для собак. На улице холодает, поэтому эта тема сейчас очень актуальна. А точнее, сегодня речь пойдет о том, как в интернете заказать своему питомцу, ну, например, зимнюю одежду, комбинезон. Как угадать с размером, выбрать правильный крой, ну, в общем, не потратить деньги на ветер. И если вы до сих пор волнуетесь и не решаетесь купить своей собаке в интернете одежду, тогда мы идем к вам. Я думаю, что сейчас половина моих подписчиков просто не поняли эту шутку, наверное, потому что родились после того, как эта реклама шла по телевизору. Ну, в общем, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Но не вся одежда у меня хендмейт. Я регулярно заказываю в интернете собакам одежду, и сейчас расскажу, какую. Никак не могу подступиться к пошиву комбинезона, потому что я уверена, что его шить гораздо сложнее, чем кофточку или жилетку. Но мысли у меня эти появляются все чаще и чаще, поэтому я думаю, что в скором времени на моем канале все-таки появится мастер-класс по изготовлению комбинезона. Ну, а пока я заказываю на Алиэкспресс дождевики и зимние комбинезоны. И вот как раз их размерами угадать сложнее всего. Зимние комбезы я заказываю вообще почти каждый год, потому что ребята у нас активно бегают в любое время года, а их игры редко что выдерживает. Все прекрасно знают, что на таких сайтах, как Алиэкспресс, Джум или Ебэй, цены очень привлекательные, они чуть ли не в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем у нас. Это, конечно, соблазнительно, ведь хочется сэкономить, но минус в том, что перед покупкой вы не можете примерить. Итак, как же сделать выбор и подобрать одежду собаки в интернет-магазине? Чтобы определиться с размером, первое, что вам нужно сделать, это снять мерки с собаки, причем правильно снять, потому что от этого зависит весь успех мероприятия. Самый главный размер при измерении собаки – это длина спины. Она измеряется от ямки перед лопатками до основания хвоста. Собака должна стоять в стойке, спокойно, любая погрешность может привести к неправильному определению размера. Этот параметр должен совпадать с размерами комбеза идеально, плюс-минус 1 см, не больше. Обхват шеи измеряется в самой широкой части шеи собаки, то есть в основании шеи. Вырез комбинезона в районе шеи может быть на несколько сантиметров больше, чем обхват шеи. Объем груди также меряем в самой широкой части груди собаки – за передними лапами. Чтобы комбинезон гарантировал свободу движения, объем груди комбинезона должен быть больше обхвата груди собаки по крайней мере на 5 см. При этом породы с длинной и густой шерстью нуждаются в большем запасе, чем собаки с короткой шерстью. Чаще всего только именно эти три показателя и есть в размерной сетке на сайте. Но дополнительно для себя вы еще можете замерять обхват талии. Он измеряется в самой узкой части живота собаки – перед задними лапами. Необходимо помнить, что у кабеля обхват талии всегда измеряется перед его достоинством. Так же как и объем груди, обхват талии может быть на несколько сантиметров больше, чем замеры вашей собаки. Кстати, часто на комбинезонах есть такие специальные регуляторы, затяжки. Они очень-очень помогают, но о них мы с вами поговорим немного позже. И обратите внимание на длину передних лап. Она измеряется от основания груди по внутренней части лапы к кости запястья. Длина рукавов на комбинезонах и куртках должна быть короче, чем внутренняя длина лапы собаки. Зная эти замеры, вы теперь сможете выбрать нужный размер в размерной сетке. Идеально совпадать мерки вряд ли будут. Помните о длине спинки, она должна совпадать, а остальное может быть с походом, но не меньше. Если замеры вашей собаки как раз между двумя размерами в таблице, всегда берите больший размер. Одежда не должна быть впритык и сковывать движение вашему питомцу. Двигаемся дальше. Переходим к самой модели одежды. Ну, здесь, как говорится, на вкус и цвет. Каждый выбирает на свое усмотрение. Например, я стараюсь не покупать своим собакам какую-то смешную одежду, какой-то веселенькой расцветки. Ну, вот мне это не нравится, хотя, возможно, кому-то это по душе. Я хочу дать вам несколько дельных советов, то есть поделиться своим личным опытом, на что следует обращать внимание. Старайтесь не покупать модель унисекс. В таких комбинезонах девочек продувают, а кобели пачкают животы и низ одежды. Если есть варианты для разных полов, лучше берите их. Очень важно, из какой ткани сшит комбинезон. Если материал низкого качества и при окраске использован дешевый краситель, комбинезон быстро потеряет форму и начнет линять. Как это определить по фотографии? Старайтесь избегать блестящих и сильно мнущихся тканей, таких как подкладочная, например. То есть на вид материал должен быть матовым и плотным. Вот такое качество я не возьму. Эта ткань очень тонкая и быстро рвется. Для джеков она просто на один день. А эта проживет подольше. Швов на комбинезоне должно быть как можно меньше. Чем их больше, тем вероятнее то, что собака промокнет или замерзнет, так как через них проникает не только влага, но и воздух. Неплохо, когда есть светоотражающие ленты. Мне нравятся зимние комбинезоны или кофты на меховой подкладке или подкладке из флиса. Кстати, короткошерстным породам они как раз и больше подходят. А длинношерстным лучше выбирать гладенькие подкладки, типа атласных. И, кстати, о фотографиях. Одно из самых распространенных правил покупок на таких сайтах, как Алиэкспресс, это количество заказов, отзывов и реальные фотографии питомцев в этой одежде. Именно благодаря отзывам предыдущих покупателей вы сможете еще лучше определиться с размером, если сомневались, и рассмотреть качество одежды. Если товар и продавец не очень, то люди об этом скажут, поверьте. Ну и если у этого продавца нет заказов и отзывов, я брать тоже не буду. Дальше. Застежка. Выбирай застежку, отталкивайтесь от типа шерсти вашего питомца. Для короткошерстных собак подойдет любая застежка. А вот для длинношерстных идеальным вариантом будут кнопки или пуговицы. Липучка, собирая на себя пух длинношерстной собаки, быстро придет в негодность. Молния может защемлять шерсть и доставить массу неудобств или даже болезненных ощущений вашему питомцу. Еще некоторые дополнительные мелочи. Резинки на штанишках и рукавах послужат дополнительной защитой от влаги и ветра. Я не покупаю своим собакам комбинезоны вот с такими рукавами. Они плохо садятся и торчат. Капюшон, конечно, вещь неплохая, но и необязательная. Он может защитить уши собаки, склонные к котитам, но снизит остроту слуха питомца. Так что, команды, отдавайте громче и следите за поведением и местоположением вашей собаки. Если у вас поджарая собака с тонкой талией, остановите свой выбор на модели комбинезона с дополнительной резинкой поперек животика. Регулировка на спине особенно важна для кобелей. С ее помощью можно подтянуть длину комбеза и он будет оставаться чистым. Ну или она также может быть полезна, если вы немного не угадали с размером. Такая же затяжка на вороте поможет отрегулировать размер и посадку комбинезона. А также будет меньше продувать. Вот наши зимние комбинезоны, прошлогодние. Я брала их на Алиэкспресс за 10 долларов. Для девочек и Лео я брала размер L. А для Доминика XL они оказались довольно прочные, поэтому мы планируем перезимовать и в этом году. Кстати, чтобы дождевик или комбинезон прослужил вам дольше, не нужно стирать его после каждой прогулки. Просто после прогулки развесьте его просушиться. И, кстати, лучше избегать батареи или других источников тепла. Такая сушка снизит срок службы комбинезона. Высушив комбинезон, просто пройдитесь по нему щеточкой и грязь легко очищается. Это, наверное, все на сегодня. Надеюсь, что информация была вам полезной. И теперь вам будут доступны все прелести интернет-шоппинга для вашего питомца. Если у вас остались вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. И, конечно, делитесь своим опытом и советами. До встречи на канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»